Я такой увлеченный человек, всем абсолютно увлекаюсь, но не только я. Вот сегодня выставка здесь говорит о том, что очень многие пенсионеры нашли себе такое красивое занятие, которое помогает людям делать радость. Я тоже хожу в несколько клубов и помогаю всем людям создавать, создаю, вернее, настроение, чтобы они выглядели моложе, одевались красиво и что жизнь бьет ключом. Дорогие ветераны, как пенсионер пенсионеров, хочу поздравить вас с этим праздником, с Днем людей золотого возраста. Каждый ветеран, он учитель, он учил своих детей, он учит своих внуков, он передает свой жизненный опыт подрастающему поколению. И в этом сила нашей страны. Чревается особенный город, особенный чем? Мы не имеем такой большой истории промышленной. И когда город рос на глазах, как на дрожжах в 50-е годы, здесь же получилось, что своего рода как вот такой сплав. Все самые легкие на подъем, самые энергичные со всей страны съехались сюда, в Черепоец, для того, чтобы построить наши гиганты, и металлургический, и химический, для того, чтобы выстроить наш город, вот хотя бы этот дворец. Все это сделано вашими руками. И вы как раз в то поколение, основная тяжесть этой работы, на которой и выпала. Дай вам Бог всем крепкого здоровья, еще раз жизненной энергии, пусть ваши дети, ваши внуки радуют вас. Счастья вам! Уважаемые череповчане, уважаемые ветераны, позвольте мне от городской администрации, от мэра города и от себя лично вас всех поздравить с этим замечательным, добрым, теплым праздником, днем золотого возраста. Вы наша сила! Спасибо вам за то, что вы есть, вам счастья, здоровья, обязательно крепкого здоровья, чтобы ваши трудовые коллективы вас не забывали. Ну и будьте с нами подольше. С праздником!